Всем привет! Это программа «Я в Бийске» и я Алена Юрьевна. И сегодня в этот пасмурный, местами дождливый день я оказалась среди огромного количества мужчин. Сейчас я нахожусь на площадке школы номер 18 на открытом турнире по стритболу. Расскажите, пожалуйста, вы уже давно занимаетесь баскетболом или вот решили случайно? Три года уже занимаюсь баскетболом. У вас какая-то команда, которая уже давно сформирована или вы буквально на ходу решили принять участие? На ходу решили. А почему? Что вас сподвигло? Просто захотелось сыграть, потому что таких турниров в «Бийске» очень мало. По-моему, это вообще первый такой масштабный класс, где много людей разных возрастов. Вы тренировались для того, чтобы вот сюда попасть или вот как есть, так и пришли? Да, тренировался. Три года, сколько занимаюсь баскетболом. Так, вот погода сегодня вообще такая нелетная. Я вообще стою под зонтом. Вам не помешает дождь? Ну, может быть скользко, но под дождем играть как-то необычно. И это другой опыт на самом деле. Вы ожидаете, что какие-то призовые места займете? Или вы здесь вообще для чего? Какая цель? Ну, вообще проверить свои силы, наверное, больше. И все. Так, а сколько у вас участников пришло вот из вашей команды? Четверо. Это все тогда приходят по четыре человека? Ну, могут куда-то по три прийти. Я особо не знаю. Но мы с моей командой завелись четвером. Это твои друзья или ты набрал команду, которые, ну, просто увлекаются баскетболом, но ты их до этого не знал? Ну, друзья, конечно. С друзьями интереснее играть. До соревнований остается совсем немного времени. Рядом со мной судья. Расскажите, какие основные правила нужно соблюдать? Ну, правила, конечно же, это не классический баскетбол. Это баскетбол 3х3. Называется так называемый уличный баскетбол. Здесь маленько отличаются правила относительно даже фолов. То есть более грубый баскетбол допускается, разрешаются небольшие контакты по сравнению с классическим баскетболом. Ну, правила тоже своеобразные здесь у нас получаются. То есть играется, во-первых, на одно кольцо. Во-вторых, там до 21 очка играется, проходит встреча. Если набирает команда, вне зависимости от конца времени, 21 очко, она досрочно становится победителем. Три на три. Это у нас что такое? Тритбол или уличный баскетбол. Это играется команда, состоит из четырех человек, но на площадке играет три человека. У нас как будут команды играть? Вот я вижу, что их очень много, они как-то по очереди. Они у нас будут сейчас разделены по подгруппам, эти команды. На два кольца судим. Там, кстати, судья, вот это мой сын, это судья республиканской категории, в смысле судья РФБ имеется в виду. Он сейчас судит Суперлигу России у нас. Поэтому он приехал домой, согласился мне помочь. И играется на два кольца, делимся на подгруппы. В одной подгруппе играет между собой команда, там между собой команда. Победители выходят уже в стыковые матчи, призовые будут разыгрываться первое и третье места. Борьба будет накал. Нынче турнир расширенный получился. Обычно у нас местные играют. В основном студенты, приезжающие с институтов, с техникум. А сегодня приехали уже с Новосибирской области, с Кольцового, например, команда. Вот я их знаю. Ну и так турнир расширяется. Ребята молодцы. Они свои инициаторы, там находят сами спонсоров. Пощадку-то они отремонтировали. Четыре дня здесь занимались, щиты покрасили. Конечно, Александр Михайлович помог, здорово спонсирует. Ну, держится все здесь за счет энтузиазма вот этих руководителей, которые проводят этот турнир. Так, ну вот здесь мы уже сказали, что здесь бичане из Новосибирска участники. А еще откуда-то приехали к нам? Ну, еще пока нет. Нет, потому что сейчас даже трансляцию онлайн вот определили. То есть будут люди смотреть кто-то. Это же расширяется все. Третий год всего турнир походит. Но уже видно перспективу, потому что расширяется турнир, много привлекается молодежи. То есть я думаю, что они не остановятся на этом, будут продолжать так же. Все, все. Две минуты. Двять на атаку. Рядом со мной один из организаторов баскетбольного турнира. Скажите, пожалуйста, вот подробнее о самом турнире вообще, о его правилах. Как правило? Расскажу о том, что турнир проводится в третий раз. Первый раз мы начали в 2019 году. И в связи с пандемией он не проводился два года. В 2022 году мы продолжили проводить соревнования. И этот турнир уже проводится в третий раз. АБ Стритбол Кап 3. Вот что такое АБ Стритбол Кап 3? Объясните для тех, кто далек от этого вида спорта. Это соревнование, это уличный спорт. Он сейчас очень сильно развивается. И игра идет 3 на 3. Четыре человека в команде, один запасной. Игра идет 8 минут. Либо до 15 очков. Да, вот мне сказали, что игра 8 минут грязного времени. Что это означает? Грязное время? Ну, потому что может быть дополнительное время. И она идет до двух очков. Сколько у нас вообще сегодня зарегистрировано участников и сколько команд? Команд 11 штук. Участников больше 130 человек. Потому что наварьируется. У кого-то 3 человека в команде, у кого-то 4. Кто-то играет конкретно втроем. Птицы! 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 У нас еще будет роспись машин. Параллельно с этим добавили арт-объект, так сказать. Ну и сами соревнования будут около 3 часов. Так, вот подробнее о росписи машин. Что это такое? Решили добавить немножко антуража. Ну, вы видите, что здесь много машин. У нас вот друзья привезли машины специально, чтобы добавить немножко красок в это мероприятие. И нас видеть чем-то новым. Потому что в городе нужно больше культуры, больше интересного, позитивного движения. Как минимум спорт это очень позитивно и очень полезно для нашего города. А спортсменов у нас очень хороших, очень много. То есть кто-то выделил свои авто для того, чтобы их как-то красиво разрисовали? Именно так. Именно так. Один из друзей приехал с горного Алтая. Одна из машин была пригнана без двигателя. У нас на протяжении всего турнира звучит атмосферная музыка. Вот скажите, это какой-то специальный диджей тут приглашенный участвует? Диджей приехал с Новосибирска. Тоже наш друг. Ну, все специально, все, да. Это музыка, уличная музыка, игры. Игра уличная тоже. Это у нас Игнат из команды Диких. Расскажи, почему такое название? Ну, просто мы Дикие и всех разорвем, поэтому так. Так, ваша команда уже давно сформирована или на ходу? Ну, вообще нет. Только на ходу. Просто как с первого, спонтанно, как говорится. И все. Вот так появилось. Почему вы решили принять участие в этом турнире? И вообще, почему баскетболом увлекаетесь? Ну, баскетбол интересная игра. А турнир в прошлом году он тоже был. Ну, и другие года он был. Мы просто не попали на этот турнир. Мы уезжали в Советское. А в этом решили принять участие, потому что нас никуда не звали. И поэтому мы решили заявиться. Вот расскажи все-таки подробнее баскетбол. Чем он так действительно привлекает? Вот эта игра. Ну, скорее, это интерес, а еще стиль. Я думаю, этим. Это не спортивная игра, это больше. Это целая наука, искусство. Так, ну, а травмы у тебя уже были какие-то за время вот этой игры? К счастью, мало. Только пальцы. И все. Пальцы постоянно выбиваются, вылетают. И все. Это все. Вы сегодня на какой результат рассчитываете? Исключительно за первое место будем бороться. Только так. У нас тут участник из команды «Утиная история». Это прямо что-то из детства. Почему такое название? Суровые парни выбрали. Да, ну, я даже не знаю. Мы уж третий год участвуем, получается. Каждое соревнование. Ну, решили. Все вместе. Есть у нас один фантазер наш. Вот. Он придумал название. В общем, вы решили выделиться чем-то прикольным и незаурядным? Ну, да. Так, а расскажите вообще, как давно ваша команда уже сколочена? С первых соревнований. Получается, это года четыре назад проходили. Потом было окошко небольшое. И сейчас второй год подряд проводят соревнования ребята. Им за это большое спасибо. Соревнования просто на высшем уровне. Что самое главное в игре в баскетбол? Наслаждаться игрой. Играть для настроения, для себя. А вот как вы считаете, вообще в баскетбол должны играть только высокие люди? Или у тех, кто не такого высокого роста, тоже есть какие-то отличные возможности проявить себя? Да, есть, конечно. Очень большие возможности у всех. Главное желание. Так, ну вот скажите, чем так вам действительно нравится баскетбол? Азарт, адреналин, качели всегда вот эти, которые плюс-минус идут очки. Этим и нравится. Зрелищность тоже. Вот помимо всяких соревнований и самой игры, вы как-то дополнительно тренируетесь? Да, естественно. Два раза в день мы тренируемся в Бисковом технологическом институте. Ну, я сам выпускник Бискова технологического. Естественно, там остался и дальше тренируемся с ребятами. И каким образом, что это происходит вообще? Ну, тренировки, физические, тактические подготовки. Это качели и отжимания тоже сюда входят? Все входит, да, конечно. От счета, от счета, от счета! Ян Юртайкин тоже является организатором турнира. Расскажите, насколько важно в Бийске развитие баскетбола? Считаю, в Бийске вообще все виды спорта должны развиваться, баскетбол в том числе, потому что собирает огромные площадки, как вы видите. Мы своими силами все это делаем и нам бы хотелось, чтобы чуть-чуть кто-нибудь допомог. Так, вот здесь я знаю, на этой площадке вы тоже что-то помогаете, делаете. Вот расскажите, какая работа проведена? Да, все делаем своими силами. С парнями собрались и восстановили практически полностью площадку. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы ребята радовались и играли. Вот для развития действительно что нужно? Я думаю, больше добрых людей, которые хотят заниматься спортом, хотят, чтобы дети участвовали в каких-то конкурсах, мероприятиях, чтобы развивалось это не только на словах, а на действиях. Насколько бейчане вообще заинтересованы в этом виде спорта? Проявляют ли они особый интерес к нему? Как видите, мы собрали сегодня 10 команд и это парни, которые уже, так сказать, выросли, закончили институты, где-то работают, живут, у кого-то есть семьи, кто-то уже даже пенсионного возраста и приходят. Самое главное быть, а не казаться. Все. Я не знаю, что будет сказать. Рядом со мной находится такая же хрупкая девушка, Элина Савельева. Она является видеографом на этих соревнованиях. Вот расскажи, пожалуйста, насколько сложно снимать вот такие мероприятия, быть буквально в гуще вот этих событий? Не буду скрывать, что это очень сложно. Аппаратура достаточно тяжелая, весит около 11 килограмм. Поэтому надо быть постоянно в движении, чтобы не упустить моменты, потому что игра очень динамичная и хочется заснять все самые яркие моменты, чтобы передать атмосферу нашим зрителям. Вот ты тоже такая достаточно миниатюрная девушка. Ты не боишься, что тебе просто по голове этим мечом прилетит? Я очень быстро бегаю и сворачиваюсь. А так хочу поблагодарить организаторов. Это просто очень нужное мероприятие и важное для нашего города, потому что я еще являюсь руководителем танцевальной группы. И в моем окружении очень много детей. И я знаю, что они хотят больше спортивных соревнований, вообще больше всяких интересных моментов в городе, чтобы им можно было как можно больше развиваться и вкладывать свои силы в это. Турнир по стритболу оказался очень крутым. И я с уверенностью могу сказать о том, что баскетболом в нашем городе увлекаются многие. Главное – его развивать. Это была программа «Я в Бийске» и я, Алена Юрьевна. Всем пока! Смотрите программу «Я в Бийске» на странице «Бийского телевидения» на видеохостинге YouTube, в группах «Бийск мой город» в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» виворк.ру. «Бийск Север bear» В yearн совершенно Hellbound – его рейтинге Christian Бийске владет interpreняться! Продолжение следует...